Я долго думал, что это наш изверг взял и опять заговорил о каких-то правах человека, о каких-то уголовных делах, проявлять несвойственные ему эмоции, ну как бы, пока не понял. Друзья, сегодня день защиты прав человека. Ура! Поздравляю вас всех. Добрый вечер, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду на то воля ваша, поддержите мой труд и простите мне мое депрессивное состояние и поведение. Я действительно несу ответственность и я должен бодрить нас с вами всех. Вот, по-доброму бодрить. Не бегать там, не знаю. У, я тебя сейчас бодрю. Вот, а меня больше всех бодрит президент России Владимир Путин. Бодрит он меня своими чудесными высказываниями. Он показывает себя во всей красоте. Он показывает, кто он и какой он. Так, говоря об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, Путин нам сказал, ну разве это повод возбуждать уголовное дело, если человек чуть не умер? Да, Владимир Владимирович, вот убьют, тогда и приходите. Понимаете, друзья, это же на самом деле большая трагедия, когда человек вот такого вот интеллектуально-эмоционально-культурного уровня, вот как заведующий клубом Дрезденским стук по стук, вдруг становится главой государства. Огромного государства, многонационального, сложнейшего государства, у которого нет друзей. И происходит вот такая трагедия. К слову про отравление Алексея Навального, добавлю, что Джо Байден собирается заняться этим делом всерьез. И санкции последуют за санкциями, персональные и прочее, и прочее, и прочее. Трампу остались считанные дни на посту президента, несмотря на все его омерзительные ухищрения. Омерзительные, да, 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 друзья, омерзительные. Проигрывать тоже надо уметь с достоинством, а не вот так вот. Журнал «Тайм» назвал Байдена и Харрис персонами года. Вот так вот. Ну, то есть это уже решено. И каждому, кто вот верит в этот чушь, которую они порют про адренохром, я хочу вам сказать, знаете что, да, там все это есть, дети пропадают, только кто называет других вором, тот чаще всего таким оказывается. Ух ты! Вот мужчина, работающий дворником, везет три старых швейных машинки. К чему бы это? А в Великом Новгороде нашли 1716 старинных русских монет. Символы, знаки. Все не просто так. 17 и 16. Ну да ладно, не будем углубляться в нумерологию. Обойдемся без нумерологии. Вот, друзья, такие дела. И, безусловно, осознавая то, насколько слаба Россия, мне понятно и очевидно, что стоит только смениться в Вашингтоне лидеру государства и кабинету, как изменится и отношение к России. Вот. И, знаете, казалось бы, удивительно вообще, что Путин заговорил о Навальном, что Путин вспомнил Ирину Славину в омерзительной своей поганой вот этой вот манере, вот такой вот, можно говорить, силовики, но для меня вот это вот, ну, просто слова приличного не подберу для этой группы людей. Потому что вот протокольный язык, понимаете, это же гулаговский язык. Поясните! Вот словечко «поясните» пришло к нам из протоколов, из гулага, вот. И хочу вам сказать, вот я написал стих «Бумажный гроб». Он у меня есть в плейлисте, стихи и музыка как-то так, да. Вот. И я просто был понятым и видел, как вот человек попал в лапы к вот к ментам, и они вот писали на него протокол, за протоколом писали, писали. Они ткали ему бумажные гробы. Я второй раз за день возвращаюсь к этому, друзья. Следует заметить, что Путин, говоря о людях, о одном недоубитом и второй мёртвой, принявшей мученическую смерть, Путин о них говорит на таком языке. Дело. А дело уголовное против неё было заведён? Так нет же. А чего она взяла и сожгла себя заживо? Вам не понять, Владимир Владимирович, вы не такой. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. И если вы решите это сделать, загляните в описании, и вы узнаете, как. Вот. А я пойду ходить, бродить по улицам ночной Москвы, Клептоса. И смотреть, как соблюдаются права человека здесь у нас. На самом деле. Заметьте, напоследок, заметьте важный момент. Дональд Трамп, когда пришёл на пост президента, он вывел Соединённые Штаты Америки из комиссии ООН по правам человека. Или комитета ООН. Вот такие вот дела. Что, будут они возвращаться при Байдене? Поживём, увидим.